Тем временем Дональд Трамп впервые посетил Белый дом, познакомился с Бараком Обамой. Несмотря на то, что нынешний президент демократ и во время гонки он резко отзывался о миллиардере, республиканца не принять его и он не мог. Все-таки есть протокол, традиция, неформальная встреча в итоге затянулась. О чем говорили президенты, знает Анастасия Долгова. Она присоединяется ко мне в студию. Ась, привет. Так что, политики нашли взаимопонимание? Андрей, доброе утро. Ну, скажем так, вынужденное взаимопонимание. Все-таки разногласия остаются, а новых встреч не планируется. Полтора часа вместо запланированных десяти минут. За закрытыми дверями президентам было что обсудить. Внутренняя и внешняя политика и, конечно, главное, процесс передачи власти. Встреча оказалась не такой уж нелепой, как ожидали в Белом доме, но разногласия между Трампом и Обамой все же остались. В овальном кабинете в течение этих полутора часов не было никого, кроме президента Обамы и выбранного президента Трампа. К чему они пришли, стоит спросить у них двоих. Но я могу твердо сказать, им не удалось разрешить всех разногласий. Они даже не пытались этого сделать. И главной целью было заложить основу для плавной передачи власти. Учитывая разницу в возглядах и то, что для Обамы и Трампа это была первая встреча, СМИ называют ее вполне успешной. По итогам нынешний президент даже назвал ее великолепной. Неожиданно, учитывая, что Обама открыто критиковал миллиардера, да и сейчас считает его не совсем подходящим к кандидатам. Но народ выбор сделал, приходится давать преемнику советы. Трамп не скрывает, встреча он водоушевлен, говорит о возникшей химии. Какой вот, правда, не ясно. Но это была не единственная встреча в Белом доме. Новое место жительства оценила и Милания Трамп. Экскурсию ей лично провела Мишель Обама. Поделилась опытом после небольшой чаепития. Первые леди общий язык, видно, нашли быстрее и вроде остались друг другом довольны. Пока мы общались, у Мишели была возможность познакомиться с будущей первой леди. У них получился замечательный разговор. Мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, пока мы готовимся к передаче власти. Я хочу особо подчеркнуть, мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь вам, будущий мистер президент, преуспеть. Поскольку ваш успех, это успех для страны. В соцсетях тоже активно обсуждали прошедшую встречу. Сегодня нация увидела, как Трамп и Обама отодвинули в сторону свои разногласия, чтобы посмотреть в будущее. Многим из вас стоит поступить так же. Обама и Трамп встретились как профессионалы в овальном кабинете, пока Джордж Сорос финансирует протесты о сжигании американских флагов. Обама и Трамп выглядели как двое детей, которых мама заставила извиниться друг перед другом. Красноречие всего лица сотрудников Белого дома. Вот с таким выражением они встречают нового президента на лужайке. Многие уже советуют Трампу обзавестись новой командой или быть на чеху и не принимать от них еду и напитки. А пока Барак Обама думает над новым местом работы. Пошутил, что может стать таксистом. Для Трампа четверг оказался ударным. После аудиенции в овальном кабинете встреча со спикером Палаты представителей. Уже однопартийцем Полом Райаном в Капитолии. Миллиардер активно включается в рабочий процесс. Получает секретные данные, ведет переговоры с зарубежными лидерами. Вот накануне наконец дозвонился до премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и пригласил ее в гости. Андрей, ну будем следить за политической деятельностью Трампа. Спасибо. О первом визите Дональда Трампа в Белый дом и не только рассказала Анастасия Долгова.